Всем добрый день! Мы снова с вами в плейлисте научный менеджмент в наше время. Принципы Энри Файоля, восьмой принцип централизации. Суть восьмого принципа следующая. Централизация должна применяться там и в тех масштабах, которые необходимы компании. Что это значит? Это значит, что решения о централизации, либо о децентрализации не должны приниматься бессознательно. Они должны приниматься осознанно и обоснованно. То есть, если вы работаете в компании, в которой 5 заводов, то решение о централизации казначейства или о централизации закупок должно приниматься осознанно. Исходя из драйверов изменений, последствий этих драйверов, целей, ограничений. Ну, то есть, по сути, исходя из, говоря привычным мне языком, с архитектурного видения. А не, а давайте сделаем службу закупок централизованную и посмотрим, что получится. Как бы это страшно ни звучало, с таким приходится сталкиваться регулярно. А давайте вот так сделаем. А зачем мы так сделаем? Какие проблемы мы так решаем? Опять же, очень мне нравится, что в самом понятии тогах, например, понятие проблем как таковой, ну, нет. То есть, понятие драйвер изменений. Я вам уже многократно говорил, что, допустим, есть лишний вес, но мне можно сказать, это проблема. Я говорю, нет, это не проблема. Почему? Потому что она не является драйвером изменений. И, исходя из того, что вот этого понимания нет, мне придется записать отдельное видео. Проблемы там и драйверы изменений, разницы и так далее. Но здесь и сейчас вам надо понять, что децентрализация, когда приходишь в якобы колдинг, якобы, нужно юридически существовать, при этом централизованной системы управления в нем нет. И каждый бизнес-единица творит, что вообще захочет, имеет свои собственные программы. В одном месте САП, в другом месте АКСАП, в третьем 1С, в четвертом вообще какую-то чушь на вебе написали. Приходишь в соседнюю единицу, они себе зачем-то написали на джаве систему управления закупками, невзирая на то, что там у них что-то работает в ERP. И за практику своей работы я насмотрелся на безумные совершенно ситуации в IT-архитектуре в плане централизации, децентрализации потоков данных. Но я вас очень прошу обратить внимание, что в этом случае IT-архитектура отражает на самом деле бизнес-архитектуру. И когда бизнес-архитектура один год централизована, а другой год децентрализована, ее все время шарахает в разные стороны, и никто, включая собственников, не может объяснить, зачем это делается, в такой ситуации нарушается восьмой принцип. И система управления бизнесом, во-первых, начинает разрушаться, во-вторых, становится невыносимо дорогой. Невыносимо дорогой. И это надо помнить. Спасибо за внимание.